Всем привет, друзья! Это Elite Dangerous. В этом эпизоде я расскажу вам, как разблокируется оружие Стражей. Это как раз то самое оружие, которое мы будем применять против инопланетян, против торгоидов. В общем-то, для этого нам придется слетать на их конструкции. Ну, давайте все по порядку. Как нам узнать, куда лететь и что нам нужно для разблокировки. Для этого перейдем на сайт Inara и заходим в общем-то вот сюда в Engineering и вот здесь будет Technology Broker. Заходим и выбираем Guardian Weapons. В общем-то, для каждой пушки, для разблокировки каждого вида оружия нам потребуется обязательно часть чертежа или как он там называется, фрагмент чертежа вооружения Стражей. А также, ну, мне показалось, достаточно редкий материал, это компонент технологии Стражей. Ну, вроде бы так называется, вот он. Здесь можно посмотреть список всего оружия, которое нам предоставляет Technology Broker, а также узнать, что нужно нам, чтобы разблокировать какой-либо из видов оружия. Вот, сегодня мы говорим именно о конструкциях Стражей и как их разблокировать. В общем-то, чтобы их найти, эти конструкции Стражей, скину в описании страничку, есть страница в интернете, вы можете в гугле просто набрать конструкции Стражей и у вас появится, ну, допишите Elite Dangerous. И будет здесь табличка, ну, вот так вот он откроется, вниз чутка полистаете. Вот с оружием очень много систем, вот они все. Здесь указано расстояние от солнечной системы и, соответственно, что здесь мы просканируем именно фрагмент чертежа оружия. Вот эти системы уже идут для модуля и судна, это у нас, получается, истребители противотарготские. Я прилетел вот в эту конструкцию, в принципе, они все типовые, в общем-то, различаются не архитектурой, а, скорее всего, рельефом ландшафта. Давайте посмотрим на все это, так сказать, с высоты птичьего полета. В общем, конструкция выглядит вот так вот. Это что касается конструкции, которая позволит нам разблокировать оружие Стражей. Когда мы прилетаем, где-нибудь сажаем корабль, где удобно. Лучше всего брать мелкий корабль, я прилетел сюда на пчеле, но у меня игра крашенос, поэтому меня корабль отвалил. Вот. Подъезжаем, как это называется, древний терминал, по-моему, если не ошибаюсь. Во всех конструкциях, что мы будем открывать оружие, что модули, всегда присутствуют вот такие штучки. Справа и слева от этой конструкции вот эти треугольники. Когда мы на SRV туда подъезжаем, с них вылезают так называемые мачты, по которым нужно стрелять. И после чего будет характерный звук, а также надпись в панели информации о том, что мачта заряжена. И у вас на уменьшение пойдет время после активации первой мачты. Вот она вторая. Далее. Они находятся еще вот здесь слева и справа. Вот здесь снизу, где у меня SRV стоит, вот треугольник видно. И вот там. Сейчас, чтобы попонять не было, вот так вот расположим камеру. И вот здесь еще одна есть мачта. Вот он треугольник. Оттуда тоже выползает мачта. И сейчас поближе покажу тогда. И другие две. Всего их здесь пять. Вот еще. Шесть. Ошибся. Шесть. И вот здесь еще одна мачта. Вот он треугольник. Также в этих конструкциях присутствуют, в общем-то, их материалы, этих стражей. Находятся они под хрупкими панелями. Вот я не все их знаю. Вот одна здесь есть. Когда вы подъезжаете на SRV, она ярко светится синим, начинает. Особенно в темное время суток на планете вы будете... Ну, вы это увидите. Потом есть еще одна панелька хрупкая. Вот здесь. Вот она. Далее. Вот еще одна. Так, далее. Вот с этой стороны. Здесь. Здесь. Также можно пострелять по столбам. В каждом из этих столбов по три ресурса идет. Вот они, видны, эти хрупкие панели. Вот они подсвечиваются. Вот еще один столб. И есть еще вот здесь. Столб. Вот он. И с той стороны вот еще один. То есть можно по ним стрелять. Тоже с них будут валиться вам ресурсы. Также здесь же находятся обелиски. Активные обелиски будут подсвечиваться. Конкретно в этой конструкции стражи. Вот этот активен. Но я их не сканирую здесь. Я отдельно в руины для этого летаю. Но, в общем-то, когда вы к ним подъезжаете, у них одна из сторон начнет светиться. Когда вы подъезжаете к этому древнему терминалу, то у вас вот с этих отверстий треугольных выползают две мачты. Стреляете по ним. И едете к следующей. По мере развития событий, по мере того, как вы разблокируете все эти мачты, заряжаете, будут выползать, в общем-то, вот эти самые гварды. Ну, по всей видимости, их дроны как раз. Они будут на вас нападать. Вы их тоже уничтожаете. И, соответственно, с них тоже валятся ресурсы. По три штуки, по две ресурсы. В общем-то, они с них падают. Ну, и в конце концов, когда все мачты будут заряжены, подъезжаете к древнему терминалу. Вот из этого отверстия оно откроется. Вот это круглое. Оттуда вылетит шар. Его сканируем и получаем как раз долгожданный чертеж для оружия стражи. Чуть не забыл. Вам понадобится древняя реликвия. Ее нужно разместить в отверстие перед терминалом. Ее также можно найти на территории данной конструкции. Ну, и дальше я для вас записал кусочек видео, где я это делаю. Пущу под музыку. Скорее всего, будет немножко ускорено, чтобы не тратить ваше время. Пристегните ремни. И всем приятного просмотра. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА